МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши дневной выпуск информационной программы Республика. С главными событиями на этот час вас познакомят наши корреспонденты. И я, Юлия Важенина. Вчера в столице Чувашии целый день провел председатель правительства России Дмитрий Медведев. Он встретился с главой Республики Михаилом Игнатьевым. Добрый день. Привет всем. Мы посмотрели с вами хорошее производство, которое открыто в помощи Баксарской. Реально абсолютно современное. Я надеюсь, что у него будет хорошее использование и на территории Республики, и на территории страны все, и за ее пределами, в смысле, экспортное использование. Потому что это передовые технологии, причем которые не останавливаются, а развиваются. Но, понятно, жизнь состоит не только из открытия новых производств. Председателя правительства интересовало социально-экономическое развитие Республики. Какова ситуация на рынке труда и насколько активно строятся в регионе детские дошкольные учреждения. Общеизвестно, что в этом году завершается реализация партийного проекта «Единой России. Детские сады детям». И главы регионов должны это отчетливо понимать, сказал Дмитрий Медведев. Михаил Игнатьев сообщил некоторые показатели, характеризующие Республику как динамично развивающийся регион. Глава Республики сообщил премьер-министру, что на этот год перед строительными организациями поставлена амбициозная задача – сдать 1 миллион квадратных метров, сделав упор на строительство жилья эконом-класса. Михаил Игнатьев поблагодарил Дмитрия Медведева за помощь, оказанную Новочебоксарску. Войдя в федеральную программу поддержки моногородов, руководству удалось создать несколько новых производств. Уровень безработицы в Новочебоксарске сократился с 9,5% до 0,5%. Дмитрий Медведев попросил обратить внимание на ситуацию на ипотечном рынке и сказал, что на уровне российского правительства рассматриваются возможные варианты субсидирования. Делать это будем вместе с вами, вместе с регионами, поэтому наладят здесь работу в рамках той работы, антикризисной работы, которую мы здесь в поручении правительства и создали свои подразделения на все еще. Так что давайте на это тоже будем обращать внимание в течение этого года, потому что это очень важная задача. Дмитрий Медведев провел в Новочебоксарске заседание Президиума Совета при Президенте страны по модернизации экономики и инновационному развитию. На повестке дня один вопрос – реализация государственной политики в области интеллектуальной собственности. Тему продолжит Елена Гальперина. Интеллектуальная собственность как объект товарооборота во всем мире становится все более востребованной. Век технологий спрос на научные разработки переезжает предложением. Кроме того, это очень дорогой продукт. И зачастую его не покупают, а крадут или присваивают. Поэтому интеллектуальная собственность нуждается в правовой защите. Почему-то считается, что в этом плане Россия не особенно преуспела. На фоне вступления в ВТО эти разговоры звучали громче. У нас существует вполне современная система охраны, то есть современное законодательство, которое не только было создано в определенный период, но и совершенствуется и развивается. Я напомню, что с 1 октября 2014 года вступили в силу изменения в четвертую часть Гражданского кодекса. Уточнен был порядок распоряжения исключительными правами. Более полно, ну и более тонко урегулированы отношения между правообладателями и пользователями. Введены некоторые другие институты. Большая часть работы проделана в рамках ряда поручений, которые давались и президентам, и правительствам, включая вопросы коммерциализации интеллектуальной собственности. Однако и нам есть над чем работать. Премьер-министр отметил крайне низкое количество международных охранных документов на отечественные разработки. По количеству национальных патентных заявок мы находимся на седьмом месте в мире. А по международным на двадцать пятом. Импорт интеллектуальной собственности в одиннадцать раз превышает экспорт. Поскольку интеллектуальная собственность имеет непосредственное отношение ко всем инновациям, а именно на них делают ставку регионы, заседание совета решили провести в одном из субъектов поближе к реальной ситуации. Чувашия, по мнению участников, выбрана не случайно. Здесь очень существенный прогресс произошел в развитии технологического производства. Лет десять, наверное, если не больше, здесь не было. И вот сегодня я чрезвычайно впечатлен, так сказать, произошедшим за это время развитием и изменениями. Ну, начиная с того, что такое предприятие, как то, где мы сегодня находимся, там в начале нулевых годов было трудно вообразить себе. И кончая, ну, просто, так сказать, нас провезли из аэропорта на автобусе, ну, сильно изменился пейзаж. Дмитрий Медведев дал символический старт промышленному производству танкоплёночных солнечных модулей в Чувашии. Вот зелёная кнопочка, вам нужно нажать здесь два раза. Два раза? Да. Хорошо. Давайте нажимаем. Не ошибиться. Да. Сейчас. Сейчас. У нас тут будет довольно много денег. Поэтому... Предприятие по производству солнечных модулей стало строиться в республике в 2009 году. Именно тогда на уровне правительства России было принято решение включить Новочебоксарск в комплексный инвестиционный план модернизации моногородов. Дмитрию и Медведеву детально рассказали об уникальных нанотехнологиях, с помощью которых создаются солнечные батареи. На одной территории сосредоточен полный цикл создания – от проектирования до конечного продукта. Это на самом деле фактическая практика в мире, потому что так получается а – дешевле, б – быстрее. Специализированная организация, которая работает за всеми партиями. С точки зрения проектирования, строительства, найма подрядчиков, охраны. У нас нет генподрядчика, мы сами являемся генподрядчиком. За счет этого мы экономим примерно 30% стоимости. Плюс к этому у нас есть целый кластер, который занимается научными разработками. Потому что отрасль, на которой мы работаем, она за последние 7 лет выросла в 15 раз в размерах. И себестоимость всего, что производится, упала в 5 раз. На проектную мощность – 800 тысяч солнечных моделей в год – завод планирует выйти во втором квартале этого года. Напомним, что основным инвестором проекта стала группа компаний «Ренова». Подобные объекты она строит по всей России. Руководители министерств и ведомств, присутствующие на заседании Президиума Совета по модернизации экономики, также дали свою оценку социально-экономическому развитию Чувашии. Министр образования России Дмитрий Ливанов, в частности, отметил высокую активность республики в реализации государственных программ. Чувашия у нас по всем основным показателям является одним из лидеров, одним из регионов лидеров, передовиков. Здесь треть бюджета – это расходы на образование. И мы действительно отмечаем, что если несколько лет назад это было всего 25%, сейчас уже треть, то есть 33%. Это показывает, что в республике сфера образования является приоритетом. И здесь, конечно, огромная заслуга главы региона Михаила Васильевича Игнатьева и всех, кто в регионе отвечает за образование. Здесь очень удачно реализуется федеральная программа создания новых мест в системе дошкольного образования. Уже в прошлом году очередь для детей от 3 до 7 лет была ликвидирована, то есть обеспечена 100% доступность. Здесь построено за два года, за 13, 14 и 28 новых зданий детских садов. Еще создано очень много мест в вариативных формах. И в целом здесь мы удовлетворены той ситуацией, которая складывается. И в 2015 году, естественно, тоже эта программа будет продолжаться. И новые места будут создаваться для детей до 3 лет. Дмитрий Ливанов выразил уверенности, что Чувашия столь же ответственно подойдет и к реализации программы строительства новых школ. К счастью, в республике, как и в России в целом, становится больше первоклассников. Значит, нужно новое комфортное учебное заведение. Сегодня в Чувашии в год строятся по две новых школы, но их необходимо больше. И Минобразование России обещает свою поддержку в виде софинансирования из федерального бюджета. Сегодня в республике проходит Единый информационный день. Представители органов власти выехали на этот раз в отдаленные населенные пункты, чтобы на месте обсудить задачи этого года, озвученные в послании главы Чувашии к Государственному совету. Еще одна тема – преобразование в пенсионной системе. По традиции пройдет прием граждан по личным вопросам. Рост цен на продукты заставляет торговые сети искать новые формы взаимодействия с поставщиками. Об этом говорили на очередном совещании в столичной мэрии. На сегодняшний день темпы роста цен на продукты в республике составляет около 7%. Понятно, что это намного выше, чем в прошлом году. Особенно в последнее время дорожают фрукты, овощи, мука, чай. Постепенно растут цены на хлебобулочную продукцию. В сложившейся ситуации руководителям торговых предприятий особое внимание надо уделить формированию уровня наценок. Важным подспорьем для населения могут стать акции по скидкам на социально значимые товары. На сегодня очень важно, чтобы руководители предприятий торговли осознавали и понимали, что уровень торговой наценки необходимо сокращать или на некоторые виды товаров оставлять на уровне. И предпринимать меры совместно со своими поставщиками и товаропроизводителями, чтобы эти цены оставались на уровне хотя бы прошлого года. Хотим организовать работу по прямым поставкам овощной продукции в предприятия торговли. Для этого предложить перечень сельскохозтоваропроизводителей, которые могли бы напрямую поставлять в эти предприятия свою продукцию. Отдельной темой разговора стало проведение в столицу Чувашии командного чемпионата Европы по легкой атлетике. Приедет большое количество спортсменов, сопровождающих лиц. Поэтому так важно обеспечить высокий уровень обслуживания в магазинах и местах общественного питания. Возможно, многим специалистам придется пройти курсы повышения квалификации, вспомнить иностранные языки. Анастасия Алангина, Сергей Рябчиков, Республика. 17 февраля принято считать днем российского кадетства. В 1732 году императрица Анна Иоанновна основала первый кадетский корпус. И вот спустя почти 300 лет свои первые погоны получают воспитанники школы имени Героя Советского Союза. Полковника Александра Кочетова. Вскоре в их учебном расписании появятся необычные уроки. Основа военной службы, речное, морское дело, решение нестандартных задач. Но сегодня для этих пятиклашек день особенный. Их принимают в кадеты. Получить заветные шевроны воспитанники смогли только спустя полгода. Этому предшествовала усиленная подготовка. До этого они были воспитанниками. Проходили подготовку по основам военной службы. Изучали присягу кадет. Готовились, проходили строевую подготовку. А сегодня мы будем их посвящать в кадеты. Понятие патриотизма, долга и чести для этих ребят не пустые слова. Уже сейчас они принимают волевые решения. Я решила стать кадетом в 10 лет. Ну потому что хотел стать военным моряком. И быть на корабле. Следовать сталому кадетскому девизу. Кадет кадету, друг и брат. Придемся, придемся, придемся. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Чебоксарка Татьяна Александрова стала победительницей сразу двух чемпионатов по плаванию в холодной воде. Проходивших в Великобритании и Ирландии. С чемпионкой, для которой холодная вода, родная стихия, пообщалась и наша съемочная группа. Медальная копилка Татьяны Александровой совсем недавно пополнилась тремя наградами. С успешного старта в чужой стране она привезла две золотых и одну бронзовую медали. Татьяна занимается зимним плаванием уже много лет. И первые результаты не заставили себя долго ждать. При первом же старте в далеком 2005 году в Казани она взяла золотую медаль. Далее победа на чемпионатах мира в Словении и Финляндии. Такая вот тяжелая была дистанция. У меня 6,5 километров на Телецком озере. Тогда было очень трудно психологически, физически. Потому что было совершенно плохое сопровождение. Ты практически находился в воде один. И было очень-очень холодно. И вот это было только начало моей спортивной, так сказать, карьеры. И вот это то, что пришлось преодолеть, это очень запало в душу. Спортсменка усиленно тренируется 3-4 раза в неделю в бассейне. Плюс обязательно тренировки на открытой воде в проруби. На чемпионате Великобритании и Ирландии была очень сильная конкуренция. Участвовали спортсмены-айсмены более чем из 12 стран. Наша спортсменка установила мировой рекорд гонки на 1 километр. Мотивация была очень сильнейшая. То, что Россия впервые представлялась на этих соревнованиях. И мы видели неподдельный интерес к нам. Мы плыли с российской символикой. У нас были костюмы тоже с российской атрибутикой. Мы выделялись в толпе. И была дружеская поддержка. В Республиканской Федерации закаливания и зимнего плавания много опытных спортсменов. На соревнованиях постоянно выезжает человек 20. И они постоянно привозят с собой медали и кубки. В ноябре в Ульяновске были соревнования. Вот заплыв через мост 4 километра императорский. Эстафетный заплыв. Мой этап был последний. Получается. Где-то 500 метров до берега оставалось. Меня никто не забрал. В смысле на кассер не посадил. Я плыла прямо до берега, потому что я заявила на 200 метров. А у меня получилось больше. И как-то так получилось, что у меня самый хороший результат получился. 23 минуты нахождения в воде и 550 метров. Я сама не ожидала. Это все так нечаянно получилось. Совсем скоро новый старт чемпионат мира, который будет проходить в Мурманске этим мартом. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. На календаре 18 февраля. Но родителям будущих первоклашек уже пора задуматься о начале учебного года. Подробнее о выборе школы и подготовке ребенка к 1 сентября мы поговорим с заместителем начальника управления образования администрации города Чебоксары Дмитрием Захаровым. В эфире программы «По существу» сразу после информационного выпуска программы «Республика». Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в это же время в эфире национального телевидения. Редактор субтитров А.Семкин